Мне нравится Ляпи-Струбецкой группа То, как они выглядят именно сейчас Мне нравится А ну это уже Я перехожу к своим коллегам Так или иначе Дельфины-кирпичи Не знаю Вы так долго и мучительно Ищите ответ на очень простой вопрос Не говорит ли это о том Что вы тоже находитесь в замкнутых шорах Своего жанра Совершенно особого жанра Нет, не значит Я слушаю очень много очень разной музыки Просто действительно в России Не так много, на мой взгляд, коллективов Которым По-настоящему можно доверять И которые мне нравятся Вот Если брать стилистику Абсолютно нам не близкую То это Ляпи-Струбецкой Это панк коллективы различные Не знаю Мне нравится группа Наив Например Я позитивно отношусь к Тараканам Не знаю Да, из панк-сцены, пожалуй, можно выбрать Несколько имен Иван, у вас есть какая-нибудь песня Которая, ну скажем так Совершенно не характерна для вашего творчества Которая связана в большей степени С классической гитарой Которую вы изучали И на конкурсах, которые вы занимали Первые и вторые места Вот связаны с классической гитарой С классической гитарой? Ну, пожалуй, нет Напрямую Чтобы это было связано Именно с классической гитарной музыкой Вряд ли Ну, то есть, естественно Техника игры На классической гитаре Во многом основа Того, как я играю Как сочиняю музыку на гитаре Но не более того Я понял Вот у нас есть такая история К сожалению, очень незаметная Для меня программа подошла к концу Мы обычно программу заканчиваем стихами Здесь стихов в вашем исполнении Звучало уже вполне достаточно Сейчас все равно должно что-то прозвучать Ну, выберите сами В конце концов, я не знаю Может, это будет вот этот пресловутый фристайл Про который многие думают Что он все-таки имеет отношение К катанию по снегу А не к песне На ваш выбор Читаю фристайл Настало время потешить свое эго Нет-нет, ребята Никаких катаний по снегу Абсолютно ничего такого Вы не услышите сейчас Я просто начинаю читать На счет три-два раз То, что мне в голову приходит Не знаю, что за фон у вас там Но пока тут этот микрофон Я всюду вижу лишь зеленые пятна сплошные Ребята, вы меня смотрите Наверное, сейчас в России Может быть, в Венгрии И государствах других А я тут пытаюсь, типа, прочитать ему стих Он попросил Не может отказать, но из МС Скоро мне снова надо будет ловить желтое такси И уезжать отсюда Но вот мои последние две минуты И я надеюсь, ты записал себе все на компьютер Я надеюсь, ты уже скидываешь файл контакта в фейсбук Итак, мой маленький друг Я надеюсь, что ты не будешь выключать сейчас программу Потому что это классно И реклама еще будет не скоро Тема нашего разговора касается того Что хоть хором Орите, что Нойз МС Это отвратительная лажа На улице вам на это факт скажут Покажут соответствующие палец И до свидания Я отвлекся Все-таки катание По снегу это более классная форма Время провождения Чем тратить время на моих выступлениях Там вот так возьму микрофоны 40 минут Доказываю всем подряд, что я очень крут Неимоверно быстро подбирая рифмы сразу Ты понял, о чем речь идет сейчас, браза? Итак, тик-тик-тик Последние секунды Мне кажется, мой рэп стал уже слишком нудным Мне кажется, тут осталась всего лишь одна нота Закончил свой эфир Смотри-ка, вот он Обалдеть Обалдеть Вань, а заготовка здесь есть какая-то? Или действительно скоро? Или есть какие-то блоки, к которым вы, в общем, готовы и на них выходите? Потому что была такая замечательная история, связанная с буреме Знаете, как выходил человек на сцену Из зала ему кидали рифмы Вот, говорит, 5-6 человек кидали рифмы Он говорил, вот сейчас мне нужно немножко времени Когда и уже времени никакого не брал И когда все рифмы были надиктованы Он выдавал стихотворение готовое Причем выдавал стихотворение в разных стилях Он мог это делать под Маяковского Под Есенина Под Пастернака Под Рождественского То есть вот такая сходу И на эстраде это достаточно часто происходило И иногда, кстати, очень здорово Тем не менее, определенные блоки, как бы внутренние Ну такие вот, они были заготовлены Вот здесь, вот все, что вы сейчас сделали Это действительно абсолютно схода? Или есть там такая заготовка внутренняя? Нет, это абсолютно схода И внутренние заготовки, даже когда я пытаюсь их делать целенаправленно Их не получается, как правило, вклинить и использовать в итоге Бывают, я их называю рифмы паразита Это когда ты часто скатываешься к одним и тем же рифмуемым словам Я стараюсь от этого избавляться Когда обращаю на это внимание Тут же пытаюсь больше никогда этого не повторять Иван, в наше время истекло Я говорю абсолютно без какого-либо лицемерия Мне действительно очень интересно было с вами познакомиться и поговорить По правде говоря, могу вам признаться Что я не ожидал от 25-летнего рэпера услышать то, что я сегодня услышал Так что спасибо вам за то, что вы меня Спасибо вам Да, за то, что вы меня несколько сбили с толку И я вам хочу пожелать радости творчества Я думаю, что со временем, так или иначе, как у всякого художника Оно будет в определенной степени трансформироваться Вряд ли оно будет все время находиться в одном и том же Таком зажатом определенном состоянии Как находится сейчас, будет идти куда-то дальше Я не знаю, куда вас вывезет кривая Но я полагаю, хочу надеяться, что вас вывезет в интересном направлении Потому что вы этого заслужите Как человек интересный и, безусловно, талантливый Спасибо вам большое Спасибо Итак, дорогие друзья, спасибо, что вы в течение этого часа были с нами До встречи через неделю И будьте, пожалуйста, благополучны Субтитры создавал DimaTorzok